Ключом к войне, особенно современной, является логистика, снабжение Я задам французам простой вопрос Хотите на стрельбище поехать? Сколько у вас снарядов? А, ну да, на три дня стрельбы Так что вы покойники Британцы, у вас сколько? На один день? Америка, дольше продержитесь? Неделю? Снабжать нечем Все это только, чтобы подловить Россию на блефе Засунуть нос верблюда в юрту и превратить французского верблюда в верблюда НАТО Вот в чем вся хитрость И русские это понимают Поэтому они буквально, как мне кажется Как только эти французы зайдут Русские их вычислят и уничтожат Так много, как только смогут Разобьют им нос в кровь Вот именно, в подкреплении моих слов Интересно то, что в том же интервью Французский журналист перепугался Вы будете убивать французов? Нет, у Франции 200 ядерных бомб А тут, а нам без разницы У нас их 6000 И разница между нами в том, что мы не блефуем Когда мы решим ударить по вам Мы по вам ударим, всех уничтожим Это наша военная доктрина И американцам пора бы уже это осознать Я снова и снова повторяю одно и то же Ребята, мы буквально Если французы это сделают, мы в днях, в паре недель от ядерной войны Потому что подумайте вместе со мной Франция отправит 2000 солдат на Украину На следующий день 800 из них погибает Что Франция делает дальше? У них 1200 выживших, которым надо либо подкрепление отправить, либо вытаскивать Но в обоих случаях им необходимо организовать авиационное прикрытие этим солдатам И теперь часть из этих 2000 находятся там Они пойдут на Ивано-Франковскую авиабазу Прямо напротив румынской границы Недалеко от Одессы Которая, кстати, готовилась для принятия истребителей Ф-16 Так что там уже ведутся натовские подготовительные действия И вот Франция отправляет 4 истребителя Рафаэль Потому что ровно столько они и могут перебросить единомоментно Крошечный контингент Отправят зенитные ракеты кроталь малой дальности Может быть мамбы средней дальности Чтобы обезопасить эту авиабазу И русские скажут спасибо, что предоставили цели И все уничтожают Теперь Франции придется вести военные действия из Румынии Но это не военные действия НАТО Поэтому Румыния будет втянута в не-натовский конфликт на Украине И вот Россия ударит по Румынии Автоматически, дамы и господа Автоматически Это то, как война устроена Это то, как эскалация выглядит Я ничего не сочиняю Если вы поднимете военные истребители из Румынии Против российских целей на Украине Авиабаза в Румынии станет целью И Россия по ней ответит Но потом мы знаем, что будет Франции придется наносить глубокие удары И Франция обратится к НАТО Скажет, нам нужна помощь И кто-нибудь из них вне рамок альянса решит помочь И они нанесут глубокие удары по России И одна из баз, по которой они будут бить Я вам клянусь, будет база Энгельс Где располагается штаб командования стратегической авиации Некоторые бомбардировщики выполняют боевые задания с неядерными боезарядами Десять из них прошлой ночью летали, ударили по Киеву И по ним ударят И в этот момент центры принятия решений в Европе будут атакованы Возможно, сперва неядерными средствами Но вот где опасность Ударив по стратегическому ядерному объекту Штабу командования Может быть, они ударят по Москве Русские сразу перейдут к ядерному оружию Потому что тогда вы уже затронули российскую ядерную доктрину В которой говорится Если вы атакуете наши средства ядерного сдерживания Мы считаем, война началась И ударим ядерным Я считаю, Россия ударит по Европе ядерным оружием Думаю, Россия уже готова на это Россия уже приняла такое решение Так что разговоров не будет Никакого экстренного совещания Совбеза ООН Владимир Путин вчера вечером об этом говорил Ядерное оружие создавалось для того, чтобы его применять И у нас есть доктрина для его применения Будете продолжать в том же духе, мы его применим Россия не такое государство, чтобы блефовать или действовать наобум Когда они принимают политические решения Они вносят широчайший спектр вариантов Рассматривают все варианты Все на своих местах Возможные действия с обеих сторон Франция готовится втянуть нас в ядерную войну И я думаю, Россия ограничится только Европой Думаю, Россия уничтожит ряд целей в Европе Не думаю, что они будут уничтожать столицы Это будет слишком большая эскалация Но думаю, они уничтожат центры принятия решений Возможно, по НАТО ударят Брюсселью не поздоровятся Цели в Англии будут уничтожены, цели во Франции После этого Россия повернется к США и спросит «А вы что собираетесь?» Потому что вы заметили, мы еще Сарматы не запускали Мы еще Ярса не запускали, еще Авангарды не использовали Потому что все это направлено на вас И если посмотрите сделать хоть что-то Система автоматическая Секунда нажать на кнопку, и вас нет Мы тоже погибнем Но с точки зрения России, как сказал Владимир Путин Если мы погибнем, то попадем в рай как мученики Вот почему опасно шутить с народом, который воспринимает Православие как основу своей культуры Чеченцам все равно, они мусульмане, они тоже как мученики в рай отправятся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!